пиксель это элемент тени элемент тени который при заживлении должен не быть точкой если кто-то из вас работает на глазках и вы любите выводить такую стрелочку до от стрелочки начать делать вот эту пиксельное напыление старайтесь работать как можно нежнее касаться не будь чтобы у вас не было вот этих засад потому что это будет пиксель это будет тот самый пиксель который не очень красиво смотрится на заживших веках особенно и на бровях тоже некрасив пиксели выполнять на концентратах у вас могут получаться серые засады вы наверное это еще ко всему этому на такой коже пигмент еще сильнее серии потому что чем больше сосудов тем холоднее будет потом у вас остаток если вы темный цвет взяли в пиксель все это беда поэтому пиксели как их делать их делать надо правильно и друзья всем привет у нас сегодня темы про пиксели запланированную прямой эфир и сильная техника она возникла где-то 13 грубо говоря 13 год так вот прям явно заметно и стали ее называть как бы пудра пиксель стали мастера придумывать сами подходящие названия то есть я лично узнаю этих мастеров которые стали работать в этом направлении и как можно больше старались уделять внимание тому чтобы эта точка а стала более такой знаете заметный чтобы она более контрастно было потом стали появляться работы фотографии которые тоже стали утрировать специально для того чтобы это был очень красивый визуальный эффект на этом можно было многое сыграть это был красивый маркетинг это была красивая упаковка процедуры и после того как красивый маркетинг сработал не только на наших клиентов до которые там ой какие красивые бровки сделать мне такие же но не были клиенты которые говорят я не понимаю что это заточки зачем они нужны как будто ощущение как будто стерся карандаш то есть и такие были комментарии от клиентов к очень даже опытным мастерам то есть представляете сделанная работа в технике пудра вот этих вот разбросанных точек утрированных точек которые действительно видно да потому что есть работы которые не видно . это теневая работа в точке работа не видно но вот пиксель вот мы остановились с вами сегодня на названии вот именно пиксель да я здесь в в моей обложке написала что именно пиксель и почему потому что пиксель это какой-то отдельный элемент пиксель это элемент тени элемент тени который при заживлении должен не быть точкой если кто-то из вас работает на глазках и вы любите выводить такую стрелочку до от стрелочки начать делать вот эту пиксельное напыление старайтесь работать как можно нежнее касаться не быть чтобы у вас не было вот этих засад потому что это будет пиксель это будет тот самый пиксель который не очень красиво смотрится на заживших веках особенно и на бровях тоже некрасив чем вы стараетесь больше этот утрировать пиксель тем больше вы получаете травму а люди которые работают с клиентами мастера которые работают с клиентами восточных национальностей например у которых кожа достаточно плотная да это могут быть азиаты особенно у которых очень такой луналики и да и такие гладкие кожи плотная она стерпит все молодая кожа девушек стерпит все вы можете там дерьба не трепать ее этой иглой пикселить сколько угодно но помимо того что вы знаете как махом создается пиксель вы еще и должны понимать а на каких настройках нужно выполнять эту заведомо травматичную манеру как ее лучше выполнить и вот здесь я пришла к пониманию что пиксельная работа она в какой-то момент затуманила всем головы тем что мастера стали думать работать можно и на китайской ручке да я в тот момент сразу организовала такое выражение говорю можно зарабатывать на китайской ручке но работать на ней ни один уважающий мастер выросший до момента понимания что и что не будет он все равно рано или поздно с этой китайской ручки уйдет и всегда есть оправдание почему она не работает это дешево это доступно и это хорошо на старте кто хочет зайти в профессию но не готов платить денег за оборудование в чем очень сильно изначально ошибается если бы это у человека сразу был бы наставник и сказал не жалей на хорошее оборудование купи и забудь тогда бы он не мучился тогда бы он не получил вот эти раздолбанные межреснички раздолбанные веки и столько страдания почему у меня так не получается у меня где-то было сейчас я вам покажу работу я приготовила специально работу одной моей ученицы которая училась у меня в восемнадцатом году она прислала вот эту работу мне и говорит я хочу научиться денег делать теневые стрелки в пиксельной техники но пока у меня получается вот такое вот только вот такая работа я про хорошо давай заниматься и мы с ней стали заниматься она прошла базовые уроки потом прошла курс вот этих вот век и она мне выслала горд вот моя первая работа как сегодня я сделала межресничку после ваших урок я говорю ну что в чем в чем для ты поняла для себя что эта фишка что а это выход горю в чем она горит я поменяла машинку я поменяла машинку как вы посоветовали вот и поменяла блок питания вот я говорю все правильно работая на хорошем оборудовании у тебя есть возможность работать и в пиксельной и в теневой и в пудровой и в какой угодно техники это раз это запомните раз и навсегда в чем секрет вообще работы нормальный второй секрет это понимать кожу на которую вы пришли вот этот вот дербан дербанович выполнять потому что не надо дербанить если вы хотите получить и тень то вы должны понимать что тень появляется от малого количества внесения цвета это может быть пигмент не концентрированный пиксели выполнять на концентратах у вас могут получаться серые засады вы наверное это видели напишите девчонки кто видел что сделала пиксельную технику блин как учили все классно красиво зажили вот такие черные какие-то элементы там вкрапления это почему потому что вы заглубились и выполняли работу вот на похожих концентратах таких как термоблент и многие другие марки которые сейчас созданы для напыления напыление поверхностная работа должна быть значит ваш пиксель не должен быть внутри а он должен быть где-то на поверхности так чтобы он у вас не превратился в засаду для этого работа должна быть более мягкой если вы мягкую работу выполняете вот у меня плохо наверное вам будет видно у меня есть в и джи тиви урок по работе вот вот эти вот теневые посмотрите обязательно бесплатный материал там давала нюанс пояснение вот ну что и по истории этой девочки она сделала эту работу и она горит я поняла я почувствовала как она по-другому все работает и она поменял блок питания поменял машинку и наград теперь я готова я хочу двигаться дальше и она изучила вот эти вот техники пудровые да я говорю конечно ты должна соединять техники да почему я тебе даю и технику тушевания поверхностного чтобы много цвета было да вы же знаете некоторые клиенты приходят и говорят нет цвета не сделайте поярче а вы говорите но это же круто я же пикселей вам наклала туда мешок ну блин вообще звезд накидала вы что вы в тренде она говорит знаете что вот я за что деньги заплатил и вы нарываетесь на скандал какого фига вообще я работу сделала на вообще на уровне круто да все мои девчонки в чате упали все обрадовались сказали молодец она приходит и говорит знаете сколько таких историй вообще пруд пруди пруд пруд поэтому девчонки второй мой секрет для вас пожалуйста не работайте в концентратах если вы еще не поставили руку вы можете так на пикселить у вас вот одни будут вот эти вот засады ну давайте уж закончим эту историю в общем эту работу наша ученица исправила потом сделала ее вот так у меня даже здесь есть с открытым глазиком где-то она ее исправила но далеко видимо искать вот так вот уже то есть она из про исправила свой косяк по-другому не скажешь потому что вот еще одна работа и и было я сейчас уберу на секунду комментарий вот ее еще одна работа она горит вот я сделала тату пигментами зажило все плохо сине-серая хотя горит вроде как нормально выглядела я говорю ничего горю сейчас мы с тобой разберемся на год вот еще одна моя работа вот и вот это вот у нее после курса она начала осваивать вот эти вот элементы как бы движение это уже другая учениц сейчас покажу вот такая у меня есть милосинка тоже замерь китай замерки за и это она горит выполнила пела первую работу на веках сразу после курса горит правильное движение стала выполнять вот и горит вот сейчас она работает можете зайти в ее профиль сейчас у нее работы вот вот уже прошел год она естественно получила материалы и получила так скажем результаты но что давайте продолжим значит она моей обложке написано пиксель это миф да то есть давайте поясним это миф потому что изначально это подавалось как визуальный красивый эффект на фото чтобы продать то есть вы можете за счет фотографирования макро да и вот эти вот утрировать прямо эти точки вы можете продавать процедуру вы знаете сколько звезд звезд вышли на аренку нашу п.м. за счет того что они просто фотографировали правильно поверьте мне все работают с такой же кожей как и вы у всех такие же клиенты как и у вас и у меня они у нас у всех одинаковые просто когда человек подает фотографию он ее может подавать заведомо немножечко не в реалии понимаете вот из этих нереалий вышла вся боль наша пиксель и как же как же их сделать давайте второй вопрос как делать пиксель и я уже про это поговорила но сейчас хочется так прям найти так прям сочненько подытожить как их делать правильно их делать без зацепки если вы хотите делать зацепку у вас под руками должна быть кожа более терпеливая не тонкая ни в коем случае иначе вы туда насажаете зацепкой если у вас такая плотная кожа она не знаете не плотный как апельсин это вот кто был у меня на цикле кожи до в базовом курсе вы знаете что есть жирная кожа с порами глубокими порами но она тонкая через нее огромное количество розовых сосудов провалив просвечивается если вы начнете говорить что это как корка как апельсиновая корка надо по ней по туда поглубже вы насажаете такого туда вообще потом не разгребете проблему и еще ко всему этому на такой кожи пигмент еще сильнее серии потому что чем больше сосудов тем холоднее будет потом у вас остаток а если вы темный цвет взяли в пиксель все это беда поэтому пиксели как их делать их делать надо правильно и вообще не называйте их пикселями вообще не называйте их так просто теневая работа грамотная работа это не пикселизация это именно накладывание краски как можно нежнее и прозрачней и набирать эти слои нужно просто терпили его а что же все таки мы видим на работах коллег моих мастеров которые все-таки показывают точечную работу вы же видите что это явно точки как это делается это делается обычным легким легким движением без всяких дергачей как и не дергайте не закапываетесь просто водите машинкой чтобы она сама она сама раскладывает вопрос третий помните фишка 1 2 3 сейчас уже 3 2 было про кожу 3 а и про настройку оборудования следующий у нас получается фишка 3 4 не суть вам что она есть поймите как работает ваша машинка она работает с разным ритмом я сейчас получила последнюю бурлак пэн эльф да и она же у меня идет по скидке через академию кому если интересно вот я буквально обзор собираюсь собралась делать вчера сделала завтра он по моему выходит ранее сюда а вы должны понимать что как работать надо терпеливо надо работать перестаньте торопиться пиксель это если мы говорим о пиксели с зацепкой это зло быстро работать это далеко не правда настоящая качественная работа не делается быстро никогда если вы спросите кого-то сколько времени у вас уходит на процедуру и мастер вам говорит я 30 минут губы крашу я вас умоляю я вас умоляю вы не думаете о том что вы должны стремиться красить 30 минут глаза или брови мои так какая скорость для теневого эффекта в среднем но на самом деле скорость это как мы разбираем вот блок до блок питания скорость это за это в первую очередь кто как считает для кого-то эта мощность да а для кого-то это чистота удары иглы для кого-то это мах руки мы о чем будем говорить с вами вы должны подстроиться под ритм это чем я начинала говорить запомнить под ритм вашего аппарата какой у вас аппарат почему я привела примеры когда конференцию в москве провожу кстати когда откроет самолеты я дам опять объявление что я набираю группы у меня было три группы которые слетели почему я сказал про эти конференции тоже когда я приезжаю я всем говорю все везите свои машинки я вам наставлю поставлю руку настрою ваше оборудование под вас и объясню в чем фишка вашей машинке нужно ли вам на ней оставаться и как на ней работе или лучше я вам порекомендую перейти на другую механику да это не марка не бренд а вот именно я оцениваю механизм работа этих машинка я говорю вот у тебя вот такой механизм тебе нужно вот так работать а когда ты красишь вот так надо работать такие вещи я не могу при всем желании сказать делайте вот так поставьте такую цифру и делайте я могу лишь вам сказать что мощное оборудование это всегда где-то от пяти с половиной от шести и выше смотря на где вы работаете лицо или тело да а если вы работаете в поверхностных техниках легкие касания легкие касания это значит вы не проваливаетесь кожу значит вы можете себе позволить немножко больше мощность ну чтобы гладок цепляла хотя бы до кожу скорость это все-таки в первую очередь должна соответствовать в движению вашей руки это первый показатель скорость еще также зависеть должна от настроек на блоке да если у вас блок еле еле да там на 3 на 3 вольтах вы только работаете то какая вообще может быть скорость да если китайская ручка она шьет как муха на проволоке я ее называют вы вынуждены ей махать по-быстрому понимаешь я вам дарю вот просто сейчас дарим свой лайфхак он называется у меня тест на моторику вообще он у меня в школе стоит 500 рублей но 500 рублей стоит проверка этого теста сам тест это просто мое изобретение и теперь уже будет народное достояние берете детский пластилин не нужны никакие прозрачные коврики вы в этих прозрачных ковриках ничего не увидите никогда где у вас там иголка на какой на глубине но все только вы с краю поработаете там и железо льете себе ну вот она там иголка ну и что это вам дает берете пластилин раскладываете его вот на такую поверхность более-менее до какой-то вот в этот и начинаете машинкой делать ваше движение которые вы обычно выполняете в теки настройки да вот я на такой мощности работаю вот так машу я рукой вот так я делаю и вот если эту эти как их эти работы вы посмотрите вы можете очень многое понять сами чего вы творите если вы не поймете то я всегда здесь но мое время стоит денег потому что я в завале за четыре года меня просто уже покрыли вот так сверху все мои ученики и я уже не могу просто так сидеть я два года первых отвечала вообще даром всем вот сидела во всех чатах участвовала всем помогал и подсказывал вот огромный опыт но теперь он уже вырос в академию я вам дарю просто проверяйте себя вы поймете что у вас рука выполняет когда вы будете на пластилине делать это и глубина это и травматичность зацепки в это все будете видеть и самый момент еще в этом какой когда у вас рука движется не в соответствии с вашей машинкой а машинка работает не соответствии с вашими желаниями в технике то у вас получается полный трешак но вы в этом ничего не понимаете и вы не можете ничего сказать на бананах и девчонки это все понятно но вы там не увидите глубину глубина работы видно только на пластилине мне присылали ученики уже четыре года эта история бытует присылают мои ученики мне я руку так ставлю в онлайне я в онлайне уже монстр я учу в онлайне сотнями тысячами людей и учу без всяких там мастер-классов а вот есть такие бояки которые проходят полностью курсы вот они ждут и вообще некоторые просто хотят со мной встретиться как я столько с вами месяцев проучил столько от вас узнала я просто хочу к вам на практику потому что я хочу чтобы вы рядом со мной постояли ну как бы вот такое отношение поэтому для таких людей у меня сейчас вип-группы и всякое такое как делать пиксель и для чего то есть мы с вами это разобрали я надеюсь что у нас более-менее все понятно сейчас полистаю по вопросам пишите пожалуйста это мега придумка пластилин до пользуйтесь девчонки если кто-то из вас сделает эту работу и скажет блин ты ничего и не понимаю ну потому что новичок например пишите мне ирина хочу вашу проверку и чонки ну только 500 рублей я буду проверять потому что на это тоже время надо найти даже вот даже пообщаться проверить вашу руку и дать вам какие-то рекомендации и если это каждый делает я порой отложусь 4 утра силен не только глубину показывает он еще и травматичность зацепки показывает он дает тебе он мне лично дает понять что ты своей рукой творишь и вот-вот к нам не только хорошая кожа идет у меня большинство возрастные клиент у них кожи и моё вот было дома цена его какая цена работы 90 без зацепок девчонки работать 90 все-таки предпочтительнее почему потому что наклон машинки иголки дает вам уже ну овальный срез до понимаете есть есть вот так а другое дело когда наклон это уже растянув растянутая дырка до . поняли вот эфир сохранить конечно ринг скажите пожалуйста на возрастной кожи какой иглой работаете возрастная кожа и настройка блока это самое важное а иголка это уже так что у вас есть какой иголкой лучше делать тени на веках мне вообще нравится на веках работать 0 25 0 30 максимум но если кожа век такая нормальная не проблемная то можно и 30 кай 35 кай на самом деле вышли на кончиком работать там этот диаметр вообще не особо главное чтобы вы не не заглублялись что скажете про пигмент ханафи по сравнению с аква что лучше аква это перманентный краситель который низко концентрированный на основе оксидов и на этот набор мини-мини набор минимализм у меня тоже кстати есть скидка в разделе магазина оборудования от магазина самого уважаемого ультра тату до который представляет качественные пигменты вот а если говорить про ханафи то это органика чаще всего это можно сказать ну 50 50 да это будет тату краска это будет примерно вот такая же как пермаблент ханафи для напыления попробуйте ее затушевать у вас будет скорее всего какие-нибудь проблемы по глубине нельзя там опускаться вот некоторые говорят вот глубина пикселя и поверхностный пиксель да они не понимают что это такое не думают что у них все поверхностно нет не все поверхностно на самом деле глубина работы она поверхностная но она еще имеет некую градацию и там и там поверхностно мы же не лезем там под вены под кожу не знаю куда но есть вот это вот небольшая работа то есть где-то вы еле цепляете до пиксель делаете а где-то вы прямо глав кожа это вы уже работаете как немножечко более более чуть чуть внутрь немножко глубже да но это тоже поверхностно будет вот каким пигментами работаете я работаю в основном это аква и также я собрала мини набор который я рекомендую у меня этот мини набор могут понять только мои ученики после колористики тотал где мы учимся диагностировать подбирать миксовать и то есть они выходят уже там тотальными колористами и они понимают что такое мини набор и как им управлять вот а так я использую его дарк тофи шоколадный трюфель и этот мини набор у меня идет по скидке от ультра тату как стать известным мастером известным мастером нужно стать сначала нужно получить качественную базу то есть я вам руку поднимаю говорю если вы в себе чувствуете этот потенциал то я вам дам для этого качественный старт прямо заходить ко мне в академию от учитесь от барабанте там все темы которые в базе у меня идут вот и начинайте правильно выполнять работы вот дальше у меня идет как найти клиентов тренинг как инстаграм развивает да вот это все и все и вы выходите просто в топ смотрят на ваши работы они видят что они крутые все пакет 2